Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте вкратце вспомним, что было в предыдущей серии. В предыдущей серии у нас... Самое интересное это то, что мы вроде как начинаем осознавать, что у нас и правда. То есть мы доказали в предыдущих сериях, что мы и правда обладаем какой-то непонятной силой. Норико тоже не понимает, что это. То есть еще мы узнали немножко о Аое, что тот парень, который пристает к ней в ее кафе для кошечек или горничных там, вот, это кто-то из ее семьи, кто-то родной, может, брат, может быть, ну, может быть, вот это самое, да? И это не очень хорошо. Поэтому вот сейчас понедельник, она должна сегодня прибыть, должна уволиться из того кафе и прибыть сюда с нами работать. Это ее первый рабочий день. Вот. Также мы познакомились в библиотеке с каким-то загадочным парнем. Очень мутный и очень странный. Это Коджиро, да? Он нам рассказал про одного интересного автора, который пишет о трупах и посоветовал книжку под названием «Стрэндж Флауэр». Если что, «Стрэндж Флауэр» называется опеник к этой новелле, так что, да, отсылочки везде. Или, возможно, даже больше, чем отсылочки. Что у нас еще? Вроде как из таких событий... Ну, у нас это... Мы узнали, что мы убили Ичиханаду, да? И нам вдруг захотелось сильно в туалет. И там мы снова испытали вроде как кучу эмоций, но внезапно это все улетучилось. Вот. Так что, да. Если что, если я что-то забыл, то извиняйте, потому что отвык, отвык опять. Ладно, мы продолжаем, мы продолжаем. Все, при всем приятного просмотра. Довол шикарно. Надеюсь, вам тоже это нравится, интересно. Все, больше не затягиваем. И к нам подходит то ли наш сэмпай старший, то ли кто-то из боссов там. Хочу, кто-то из стаж Катоми, да? Курасава, на пару слов, если можно. Мягкий, но резкий голос выводит меня из задумчивости. Я поднимаю глаза и вижу, что надо мной стоит женщина средних лет и угрожающий манит к себе рукой. Катоми Ида. Она руководитель, который контролирует многих младших сотрудников на этом этаже. Я обычно общаюсь с ней несколько раз в неделю. Она серьезный и критичный человек, но я видела ее более теплую сторону, когда она общалась с коллегами своего статуса. Ида-сан! Вам что-то нужно? Пожалуйста, пойдем со мной. Я неохотно поднимаюсь со своего стула и следую за ней через офис. Она подводит меня к одной из кабинок со стеклянными экранами, расположенных вдоль одной стены офиса. Это специальное помещение, отведенное для встречи и временных рабочих мест. Присаживайся. Я следую ее указаниям и сажусь на один из ярких и красочных пластиковых стульев, заполняющих небольшой вольер. Наш новый сотрудник должен был приступить к работе сегодня. Сатоу является вашей знакомой, если я не ошибаюсь. Именно так. Я как раз пытаюсь связаться с ней. Понятно. Вы понимаете, что это не лучшим образом отразится на карьере Сатоу, если она даже не может вовремя прийти в свой первый рабочий день? Я права? Да, я все понимаю. Поверьте, это очень необычно для нее делать что-то... Так, сейчас. Немножко убает, наверное. Что-то громковато меня перекрикивают. Опять же, может быть, это чисто у меня. Да, для нее это как-то необычно. Да, я верю. Фуджикава рекомендовал Сатоу на эту работу, основываясь на вашей личной просьбе. Вы должны учесть, что поскольку Фуджикава имеет должность выше вашей, именно он получит выговор за наим неподходящего работника. Боже, у него классный голос на самом деле. Я бы не стала сейчас говорить, что он будет серьезно наказан. Скорее, его рекомендации будут отклонены в обозримом будущем. И любая его попытка подняться, так сказать, по служебной лестнице будет решительно отвергнута другими руководителями. Не слишком ли это чересчур? Все это из одного временного сотрудника, который просто не явился на работу? Так все и происходит всегда. Я видел это десятки раз. Я говорю вам это, потому что вы должны чувствовать какую-то ответственность за то, чтобы извиниться перед Фуджикавой. Я даже понятия не имела. Честно говоря, я... Достаточно. Эта дискуссия окончена. Извинитесь перед Фуджикавой и посмотрите, найдет ли он в своем сердце силы простить вас. И пожалуйста, посоветуйте ему заранее искать работу в другом месте. Я не ожидаю, что его карьера у нас в ближайшее время будет как-то процветать. Это все. Потом я резко выходит из кабинки и оставляет меня одну, сидящую на дурацком зеленом-пластиковом стуле. Мне требуется некоторое время, чтобы собраться с мыслями, прежде чем тоже выйти из кабинки. Я не знаю, что сказать с Шиньей. Я даже не знаю, стоит ли мне вообще что-то ему говорить. Конечно, Катоми немного перегибает палку, фактически разрушая карьеру Шиньей в Тамуджине. И все потому, что я порекомендовал Авой на эту работу. Я чувствую себя идиоткой. Но откуда мне было знать, что Авой окажется такой ненадежный. И все же... Это все как-то слишком. Катоми выходит за рамки дозволенного. Здесь замешано явно что-то еще. Я это чувствую. Может быть, Катоми хочет, чтобы Шиньей ушел с этой работы по своим собственным причинам. Но я не могу себе представить, почему. Он младший сотрудник и не из тех, кто стал бы наступать кому-то на пятки или наживать себе врагов. Я возвращаюсь к своему столу, немного запыхавшись, и отпускаюсь на свой вращающийся стол. Мой взгляд падает на пустую банку кофе рядом с монитором. Я начинаю жалеть, что не купил еще одну про запас сегодня утром. Длинув на верхнюю часть монитора, я вижу, что от Томоя все еще не пришла. Может быть, мне придется подождать до завтра, чтобы она нашла подарок, который я для нее оставила. А, точно! Самое-то интересное, что под конец было серии, да-да-да, это то, что кто-то заказал нашу смерть на нашем сайте. И мы прям 100%, ну, Норика 100% уверена, что это Томоя, только она могла... Только она ненавидит нас так сильно и, в общем, прочее, да. Поэтому мы приготовили ей подарок, свой, кажется, расселененный труп или какой-то там ужасный. Короче, Норика очень пострастна своим изнеможением своего тела, якобы тела, да, нашего. Вот, и я оставил подарок Томоя, но Томоя не явилась. Вот. Я уверена, ей понравилось. Как я мог забыть про этот момент? Боже мой! Самый лучший момент в предыдущей серии. Узас, простите меня. Да. Ей понравится. I'm sure. Сегодня вечером я не получаю от такого удовольствия от прогулки домой через парк, как обычно. Слишком много вещей давит мне на голову. Аой, Томоя, Шинья и это Катоми. Почему я все чаще оказываюсь тянутый в эту дурацкую офисную драму? Я вообще не хочу иметь с этим дела. Я просто хочу достичь своих собственных целей. Работа в офисе это как часть средства достижения моей цели, способ сохранить крышу над головой и иметь деньги для реализации амбиций Корпс Гилл. Если бы я могла бросить, я бы бросила. Но я не могу. Пока не могу. Интересно, можно ли монетизировать услуги Корпс Гилл? Пользователи могли бы платить за запрос со смертью или я могла бы просто принимать какие-то пожертвования. Но у меня такое чувство, что просьба о деньгах уменьшить количество запросов, которые я получаю. Их и так удручающе мало. Если я еще больше сокращу их, у меня возникнут проблемы с этим. Ой, че боже. Когда я приближаюсь к своему дому, мой телефон кричит и требует внимания. Я быстрым движением руки подношу его к уху. Аой? Норико. Что за дела? Я весь день пытаюсь дозвониться до тебя. Мне жаль. Мне так жаль. Я не смогла заставить тебя прийти в офис. Да, ну, я так и поняла. Скажи мне, почему теперь? Ну, ты знаешь. Просто то, с чем мне обычно приходится иметь дело. Круча, ой, вообще какая-то тоже странная. Ужасно. Она выглядит такой паянькой, такой милой, такой стесняшкой, пальчики вместе, да, там, от смущения, но по-любому там кроется что-то еще. Да. Серьезно? О чем ты сейчас? О своих преследователях или о твоих собственных загонах в себе? Ну, я... Я дважды выходила из квартиры. Правда. Но каждый раз мне приходилось возвращаться внутрь, потому что это... Я чувствовала, что это неправильно как-то. Мне нужно было проверить несколько вещей, а затем проверить их снова, и... И в конце концов я сдалась и легла в постель. Наверное, я заснула, потому что когда я посмотрела на время, было уже поздно. Я сидит и вздыхаю, и надеюсь, что Авой меня не услышал сейчас. Ладно. Похоже, у тебя был тяжелый день. Извини, конечно, но... Ситуация не очень хорошая. Я просто буду честна с тобой, ладно? Я не думаю, что они будут довольны тобой, если ты придешь завтра. На том месте я бы написала вежливое заявление об уходе и просто забыла бы об этой работе. Шинья. Из-за всего этого, точнее, из-за тебя Шинью как бы бросили под колеса автобуса. Шинья? Ну, ну почему? Я и сама не слишком все поняла. Даже что он устроил тебя на эту работу, полагаю, он в какой-то степени несет за тебя ответственность. Но поскольку ты так и не пришла в свой первый рабочий день, похоже, что его карьера теперь находится под реальной угрозой. О, боже. О, нет. Сделай вдох. Ты ведь не знал, что что-то подобное может произойти? Я тоже не знал. Я думаю, что эта исполнительница имеет на него зуб просто. Или что-то в этом роде, потому что с ее стороны была через чур слишком сильная реакция. Я не могу поверить. Я никогда не хотела лишать его работы. Я знаю. Ты не хотела, чтобы это случилось. Послушай, я постараюсь как-то немного сгладить ситуацию там. Я поговорю с Шиньей завтра. Сейчас тебе нужно позаботиться о себе. Ладно. Обещай мне, что сегодня ты просто успокоишься и расслабишься. Ну, ладно. Забудь об этом. Норик обо всем позаботится. Спасибо тебе, Норико. Ладно. Теперь отдыхай. До встречи, Аой. Пока-пока. Я заканчиваю разговор с тяжелым грузом на своем сердце. На самом деле я понятия не имею, что мне делать. Когда дело касается Аой, я всегда чувствую себя обязанной рассказать ей все, что поможет ей почувствовать себя лучше. Если бы я смогла довести свои слова до конца и действительно улучшить ее положение, тогда... Ну, может быть, у нас были бы немного другие отношения, чем сейчас. Но я, наверное, уже давно упустил свой шанс. В старших классах я никогда не понимал ее по-настоящему. И это стоило мне слишком дорогого. Сейчас, конечно, все по-другому. Я видел, через что она проходит. Мне бы хотелось думать, что теперь я понимаю ее гораздо лучше. Мои чувства к ней настоящие, а не замутненные с сочувствием или жалостью. Если бы это была другая жизнь, и я не совершал бы всех тех глупых ошибок, я бы ловила бы сейчас счастливо с ней. Быть с ней. Ну, теперь лучшее, на что я могу надеяться, это то, что она захочется остаться со мной друзьями. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить меня. Короче, вы понимаете, да, Норик любит Аое, ну, то есть, любовь. Ну, то есть, Юрий там, да, все дела. Аое, мэби, нас тоже, но, судя по рассказам Норика, что-то мы, кажется, то ли сталкеры, то ли одержимы были Аое, когда были эти студенческие годы, и она в итоге наловила флешбеков, то есть у нее остались травмы. Короче, мы причинили ей боль, поэтому... Ну, она смогла нас простить за столько лет, да, боль как-то утихла, и мы в итоге смогли остаться с друзьями. Ну, это я так, опять же, теория. Йоу! Боже, этот голос. По-моему, позвоночеку стекает струйка ледяного пота. Вдалеке сидя на скамейке, недалеко от выхода из парка была легко узнаваемая для меня фигура. Иди сюда. Как она выглядит, да? Прикольно. Мне нравится этот стиль. Я встываю на месте, и мое тело хочет продолжать идти, добраться до знакомой ауры безопасности моего дома, но мой мозг приключается в режим сражайся или беги. Взрываясь между вариантами, я встаю совершенно неподвижно. Да ладно, давай, ну же, я не обижу тебя. Тамой. Нет никаких сомнений, что она ждала меня здесь весь день. Она знает мою дорогу домой. Это очевидно с тех пор, как я в последний раз встречал ее и Шинью в этом самом парке. Я не могу не напрячься, когда она вскакивает со скамейки и подходит ко мне. Ты еще увлекаешься этим странным дерьмом, да? Типа оккультных штук, там... Может быть? Это то, о чем ты пришла спросить меня? Нет, просто воздуши меня, ладно? Я хотела услышать мнение кого-то, кто более подходит под описание фрика, чем я. Она действительно знает, как польстить девушке. Это, конечно, тупо, наверное, но... Ты слышала о сайте... Корпс Гелл? С кем, по ее мнению, она вообще разговаривает сейчас? И что еще важнее, как я должна реагировать на это? Ну, я слышала разные слухи. Да, точно? Для меня тоже доходили всякие слухи. Так что я решила, наконец, проверить их. Я подумала, что все это звучало и выглядело действительно забавно. Например, может ли это быть все по-настоящему? В любом случае, может быть, я вроде как попробовал его... То есть, попробовал запросить чью-то смерть. Это правда? Там я практически открыто признала, что это она запросила моей смерти. В конце концов, я точно знаю, сколько запросов поступает через мой сайт. Последний должен был быть от нее. Да, и... Ну, ты ведь знаешь уже, как работает сайт. Ну... Расскажи мне. Все, что ты делаешь, это помещаешь фотку сучке и номер ее телефона. Потом она, типа, падает замертво-мертвою. Все так просто. Вот так все просто. Дело в том, что никто не знает, как это работает, правда. И вообще, работает ли. Наверное. Ладно, значит, ты запросила чью-то смерть. И что, потом? Ну... Вот он. Долгожданный момент. Сейчас она признается, что загрузила мои фотографии на сайт. Я поймал ее с поличным. Видишь ли... Эта тупая сука взяла и правда умерла. А? Я несколько раз моргнула. Я уверен, что... Не так расслышала. Прости, можешь повторить? Цыпочка, чью фотографию я загрузила на тот сайт. Сейчас она уже мертвее. Дверные ручки. Это какая-то аллегория. Там, не знаю, игра слов. Нет, это какая-то аллегория на английском. Не знаем мы таких. Короче, она мертвее мертвого трупа. Если на нас. Кого имеет в виду сейчас домой? Мой разум бешеный мечется. Сканирует список жертв Корпс Голл за последние несколько месяцев. Единственные люди, которые недавно умерли, это Акану Церамаки и Эйдж Ханада. Тамой говорит о женщине, так что это исключает речи. А еще есть и Рури Хатана. Но она умерла так давно, в прошлом году вообще-то. Наверняка Тамой не просила о ее смерти, верно? Это было бы слишком давно, чтобы она вспомнила об этом сейчас. Это наводит меня на мысль, что единственный человек, которому может говорить Тамой, это Акану Церамаки. Или кто-то еще умер. Кто-то, о ком я так и не узнал. Это невозможно. Я так тщательно искал результат своей работы. Единственная жертва, которая может говорить Тамой, это Аканы. Но подожди. Нет, это все равно не может быть так. Тамой попросила мою смерть. Но ведь Тамой, она ведь загрузила мои фотографии на сайт Корпс Голл совсем недавно. Сделал глубокий вдох, я тяжело сглатываю и открываю рот. Тамой, то, что ты говоришь, очень серьезно. Ты уверена, что этот человек и правда уже умер? Да, без сомнений. Это то, о чем я как раз и хотела поговорить с тобой. Если ты решаешь в этом оккультом дерьме, как по-твоему она могла умереть от этого сайта? Ты считаешь, что мой запрос действительно убил ее? Потому что я не хочу, чтобы это дерьмо было на моей совести, понимаешь? Я... Я даже не знаю, что сказать. Ой, да ладно тебе. Я ведь просто ради забавы решил попробовать этот сайт. Я ни на секунду не подумал бы, что это действительно может убить кого-то. Но теперь эта сучка лежит в холодной земле. И я не могу спать по ночам. Держать Шинью рядом, единственное, что помогает мне успокоиться в последнее время. Тамой, кажется, проявляет немного раскаяния. Чего я не ожидал от нее. Если она думала, что этот сайт простая шутка, то это вполне справедливо. И вполне естественно, что она захотела бы поиграть с ним. С другой стороны, мне даже обидно, что она решила, что все это подделка. Корпс Гол слишком усердно работал над всем этим, чтобы считать ее простой шуткой. Но я хочу докопаться до сути. Мне нужно выяснить, чью смерть требовала Томоя. И что еще важнее, вопрос о том, кто потребовал моей собственной смерти, остается без ответа. Томоя, как зовут человека, на которого ты запросила смерть? Ее имя? А, ну ты, может быть, знаешь ее. Это была та шлюха из нашего офиса. Аканы Цурмаки. Аканы Цурмаки. Конечно, она действительно уже мертва. Томоя не ошиблась, полагая, что именно этот сайт убил Аканы. Однажды Томоя запостила в Носе, что хочет попробовать этот сайт. И она ждала, когда же найдет кого-нибудь, чтобы попробовать его на этом сайте. И если я правильно помню, запрос о смерти Аканы поступил через сайт Корпс Гол. Вскоре после того, как я прочитала сообщение... Ой, ну, прочитала пост в Носе. Возможно, Томоя сделала запрос в тот же день. Значит, Томоя виновна смерть этой женщины. Я, конечно, предполагал, что человек, который запросил смерть Аканы, был кем-то из нашего офиса. Но я никогда бы не подумал, что это будет младший сотрудник по воду данных к тому же сама Томоя. Как Томоя вообще может знать или быть знакома с Аканой? Я не могу понять, как их пути могли пересечься в таком большом офисном здании. Йоу, психичка, ты тут еще? Я врываюсь из своих мыслей и встречаюсь с холодным взглядом Томоя. Так, желаю услышать ваше профессиональное мнение, мисс психичка и эксперт по всяким таким штучкам. Может ли этот веб-сайт действительно убить кого-то? Я разрываюсь между двумя ответами. Я могу заявить, что верю, что этот сайт работает, тем самым повысить правдивость слухов и Корпс Голл. Или я могу сыграть осторожность своего и сделать так, чтобы меня не заподозрили причастности к этому. Какой бы я ни была трусливой, я все же решаю перестраховаться. Нет, абсолютно нет. Обычный сайт не может убить человека. Ха, да, я догадывалась. Думаю, это просто совпадение, что она умерла после этого. Значит, ты считаешь, что я невиновна? В любом случае, я не очень-то хотела, чтобы эта сучка умерла. Я просто валяла дурака, как бы, понимаешь? Да. Ты не виновата. Фу, слава богу. Это реально сняло столько веса с моих плеч. Смекаешь? Смекаешь? Ага, хорошо. Ну, я точно больше не буду связываться с подобными сайтами. Теперь я буду играть по-настоящему открыто. Я должна наладить свою жизнь. У меня теперь есть мужчина, в конце-то концов, которому нужно заботиться. Ну, ладно, удачи тебе с этим. А мне пора домой. Все, чего, я сейчас хочу это вернуться и выяснить, кто, черт возьми, загрузил мои фотографии на мой сайт. У меня голова идет кругом, и я больше не в том состоянии, чтобы и дальше слушать бредни-то мое. Эй, пишу, что на то пошло, а это не так уж и много. Спасибо. Спасибо, что успокоило мой разум меня. Угу. Я знаю, что мы далеко не всегда можем ладить, и... Хотя... Ладно, хватит. На этом пока все. На какое-то мгновение я представила, что она собиралась извиниться за то, что напала на меня на прошлой неделе. Эта возможность исчезла из моего сознания почти так же быстро, как и появилась. Ладно, увидимся завтра. Она машет рукой почти застенчиво и придет обратно через парк в том направлении, откуда я пришла. Точно пора идти домой. Я не смогу расслабиться, пока не узнаю, кто запросил моей смерти. Если это была не томой, то ситуация может быть намного серьезнее, чем я предполагал до этого. Если это не была она, и это все не за наших мелких ссор с ней, тогда кто-то действительно хочет моей смерти. Но кто? Боже, эти повороты. Когда ты думаешь, что все просто... А, это томой по-любому. Ей уже сюрприз на работе приготовлен. А тут оказывается все далеко не так. Я не могу уснуть. Уже, наверное, три часа ночи. Пошло бесчисленное количество часов с тех пор, как я начала пытаться выяснить, кто запросил моей смерти. Я тысячу раз перебрала всех возможных кандидатов и их потенциальной причины. И переиграла каждую встречу с каждым человеком, которого я когда-либо встречала, и... Я ничего не понимаю. Я не знаю, кто желает моей смерти. Я не настолько тщеславен, чтобы думать, что нравлюсь всем. Я уверен, что чештовски многим людям я совсем не нравлюсь. Но неужели кому-то я не нравлюсь настолько, чтобы желать моей смерти? Чтобы номинировать меня для Корпус Геол в качестве своей добычи? Меня мало утешает тот факт, что в моей жизни ничего не угрожает. И жертвы Корпус Геол падают только лишь от моей руки. Хоть мои убеждения сильны, и я никогда не отказываю в своих запросах, но... О лишении своей собственной жизни не может быть и речи. Это единственная и неповторимая просьба, которую я когда-либо отклоню. И это не ради моей собственной жизни, а скорее ради того, чтобы Корпус Геол продолжала существовать. И не позволю ей умереть и быть похоронен на месте со мной. Однако теперь, когда я питаюсь сознанием того, что кто-то искренне желает моей смерти, я не могу вылечить свой расстроенный желудок. Никакое душевное успокоение не падает в тошноту, поднимающуюся внутри меня. Главные кандидаты, это, конечно, самые близкие мне люди. Я вычеркнул там мой список и ее облегчение от сознания того, что в смерти Аканцер Маки нет ее вины. Убедил меня в том, что она не совершит ошибку, связавшись с моим сайтом дважды. Добавьте к этому тот факт, что она пришла ко мне за поддержкой, за утешением, но... Можно с уверенностью сказать, что она не тот человек, которого я ищу. Таким образом, и остаются люди, с которыми я имею дело ежедневно. Ау Исату – моя лучшая подруга с младших классов и первая, в кого я влюбилась. В старших классах она вежливо отвергла меня. Так вежливо, что мы остаемся друзьями и по сей день. Хотела бы она моей смерти? Сомнительно. Она даже не сообщила в полицию о своем преследователе парнике, с которым она, очевидно, связана, потому что не хотела, чтобы его арестовали. Затем есть Шинья, Фуджикава. Еще один мой знакомый из школы, а теперь и мой коллега по работе. Он даже назвал нас друзьями после того, как мы добавили друг друга в Нойсе. Я никогда не была романтически заинтересована в нем, но у меня было ложно впечатление, что у него есть чувства ко мне. Он начинающий детектив, но ему не хватает компетентности, чтобы пойти по стопам своего отца. Он не кажется мне человеком, который хочет чьей-то смерти, не говоря уже о том, чтобы запрашивать чью-то смерть. Но все же, такие тихие и осторожные люди, как он, могут удивить меня в итоге. Как говорится, в тихом омуте, да? Если исключить этих троих людей, с которыми я ежедневно имею дело, становится очень мало. На работе есть старшие руководители, такие как Катомиида, но наши дела и разговоры настолько короткие и простые, что я уверен, что я даже не попадаю в поле зрения таких, как она. Если расширить список кандидатов, включив в него людей, с которыми я не общаюсь регулярно, но которые технически все еще являются частью моей жизни, то список становится немного интереснее и его труднее сузить. Кенжи и Момо Агава, отец и дочь, соседи, живущие в моем многократненном доме. Они милые, добрые и внимательные. Не могу по себе представить, что они захотят меня убить, если только я не спустил слишком много трафика из их интернета, что они просто устали это терпеть. Да. Конечно, есть еще моя старшая сестра, Юрика Курасава. Мы не общались с ней уже больше года, наверное. Она та еще подлая мразь, она, вероятно, не из тех, кто случайно выберет свою собственную сестру для смерти. Наверное. Она освобождена условно-досрочно, поэтому я должен верить, что она не сделает ничего, чтобы... что вновь поставит под угрозу ее свободу. И еще... есть мама. Асуна Курасава. Она просто не в состоянии была бы передать мои данные на сайте... на сайт Копсгол. Мой измученный мозг не может больше никого вспомнить другого в моей жизни. У меня очень маленький круг общения, это правда. Все люди, которые заполняют мою ленту новостей, вносятся, либо уже были названы в этом списке, либо они относятся к такой маленькой давней части моей жизни, что они даже... что я даже не помню. Не я не помню, не они не помнят о моем существовании. И тут внезапно, без предупреждения, это лицо всплывает в моем сознании с поразительной ясностью. Тот парень из библиотеки. Коджиро, не так ли? Коджиро без фамилии. Он был странным, эксцентричным. Он не был похож на человека, который часто выходит на улицу, как и я, полагаю. Мус! Мус! Его глаза были настолько ясными, что это даже нервировало. Говорят, что глаза — это окно в душу, но я не могла увидеть ничего существенного через его очки. Из всех, кого я мысленно перечислил, он кажется человеком наиболее способным решить кого-то жизни. Это предвзятое мнение, основанное на практически полном отсутствии знания о нем. Это просто впечатление, которое он производит. Однако, я должна спросить себя, хотел бы он моей смерти? Меня, человека, которого он встретил всего один раз в библиотеке? Кроме того, моя фотография, которая была загружена на мой сайт, была корпоративно в архиве Матамуджины. Это та самая фотография, которую я ношу на своем удостоверении личности на работе. Как Коджиро мог получить доступ к ней? Если бы он собирался загрузить мои фотографии, он бы нашел мой профиль в носе и использовал фотку из одного из моих альбомов. Там не так много фотографий, но их достаточно, чтобы меня опознать. Этот человек подозрительный, но я не думаю, что он тот, кого я ищу. И все же, я не могу выбросить его лицо из головы. По какой-то прихоти я беру свой телефон и разблокирую экран. Яркий свет светит, как маньяк... О, маньяк, господи. А Алекс и его язык. Яркий свет светит, как маяк в темноте, и почти ослепляет меня, но щурясь, я перехожу к приложению Нойз. Коджиро, он ведь говорил мне свой хэштег в Нойзе, не так ли? Если я смогу его вспомнить, это избавит меня от необходимости просматривать сотни профилей с одинаковым именем, чтобы найти его. Так, какой он говорил? Коджиро? Нет, слишком просто. Коджиро, что-то еще, да? Я начинаю вводить различные варианты, пока не появляется автоматически предсказанный результат. Коджикоджи! Это тот самый, я нажимаю на результат и попадаю на его профиль. Информация в разделе обо мне довольно расплывчата, но судя по фотографии на дисплее, я уверен, что это тот самый парень. Коджикоджи. Обычный парень, проживая... Проживает свои дни по одному. Интроверт. Антисоциальный, антисозданный, антивообще всего. Хотя я люблю арахисовое масло. Я пролистываю его ленту и вижу, что он уже давно ничего не постил. Его последний пост был сделан около года назад, и это просто обновленная версия его фотографий, где он обрезал женское лицо и тело так, что в центре внимания оказался лишь только он. Я открываю личку и начинаю ему писать. О, это звук. Привет, ты ведь тот самый Коджиро из библиотеки, это Норико? Курасава. Поскольку сейчас уже 3 часа ночи, я не ждаю ответа, пока вдруг не получаю мгновенное сообщение в ответ. Привет, тяжелая ночь? Он ответил так быстро. Я сглатываю и набираю смелости, чтобы спросить его, что у меня на уме. Да, я не могу уснуть, хотел спросить тебя, ты что-нибудь слышал о сайте Корпсгол? На экране указано, что в данный момент он набирает сообщение, но затем уведомление просто исчезает и сообщение не приходит. Он решил проигнорировать. Затем. Да. Значит, он уже знает об этом сайте. Вопрос в том, был ли он уже знаком с ним, или же он просто посмотрел его после того, как я упомянул о нем. Что ты о нем думаешь? Думаешь, он настоящий? Да, мне нравится, я так фанатею с него. Вот как? Я тоже. А ты уже пробовал его? Нет, нет, ну, то есть пока еще нет. Пока не встретил того, кого действительно бы настолько сильно возненавидел. Нужно понять его эмоции по его ответам. Я не могу понять, искренен он или нет. Погоди, ты что, его уже пробовал? Расскажи! В деталях он правда работает? Нет, я его не пробовала. Наверное, он просто такая популярная тема в моем офисе. Я не знаю, зачем я это написал, и почему закончил сообщение знаком вопроса. Я качаю головой и жду ответа. Хорошо, дай мне знать, если ты решишь его использовать. Возможно, он даже... Он мне подойдет? Возможно, он даже мне подойдет? Что он имел в виду под этим? Подойдет? Да, я храню трупы и утилизирую позже. Я не понимаю. Больничный морг. Хранение трупов и их утилизация. Боже, он что, работает в морге? Я заметил странный запах на его одежде, когда мы познакомились, и теперь это имеет смысл. Я слегка задыхаюсь и подавляю желание рвоты и тошноты. Значит, если кто-то умирает, его отправляют к тебе, даже если это, например, самоубийство или... Убийство? Ой, самоубийство и убийство. Да, всех подряд в основном. Хуже всего, это жертвы аварии. Приходится собирать их по кусочкам, конечности, по отдельности. Может, ты уже получал жертвы Корпс Голл? Сайты Корпс Голл? Откуда мне знать, может быть? Не знаю. У тебя... Ты знаешь их имена? Имя. Может ли он посмотреть имена тела, которые он получает? Доставляет кому ему? Ты, правда, можешь проверить такие вещи, посмотреть? Да, охранение трупов обычно всегда сортируется... ID, жертвы. Ну, знаете, номерки, типа, почти всегда. Номерки на больших пальцах у них на ногах обычно. Знаешь, кого ты жертв? Должна ли я спросить? Не вызовет ли вы это подозрение, что я как-то связан с Корпс Голл? Эй. Я могу прямо сейчас глянуть, я сейчас как раз на работе. Я начинаю нервно грызть ногти. Я знаю, что ничего не выиграю, если узнаю, имел ли он дело с кем-то и жертв. Но... Болезинное любопытство имеет тенденцию брать верх надо мной. Иногда я просто должна узнать. Оу... Акан Цурмаки. О, окей, секунду. А-а, не, нету. Ты точно правильно написал ее имя? Есть только мистер Цурмаки или... Цурмаки-сан или... И Акан и Цуруми. Нет, не так. Хоть и близко. Окей, может быть еще имя? Эй Чиханада. Секунду. Да, есть жертва аварии. Ужас. Ужасно. Я помню его. На самом деле он даже сейчас здесь. Я могу поверить то, что я сейчас читаю. Эй Чиханада оказался в морге Хаджира и он все еще лежит там. Правда? А как долго ты хранишь тела? По-разному. Ну а так около двух дней до вскрытия. Ну для него вскрытие не требуется. Так что он пока просто... Блуждает здесь, в холодной камере 31BB. Если родственники не собираются его забирать, то его ждет кремация. Кремация или кремирование? Кремация это то, что ты подразумеваешь под утилизацией? Ну да, обычно. Он был твоим другом? Не совсем. Но он ведь стал жертвой Корпс Геол. Ты ведь так сказала? Ну, я не знаю. Но ты ведь сама так сказала. Интересно. Ладно, надо будет еще раз проверить. Нет, правда, в этом нет необходимости. Все нормально, я ведь никому не скажу. Так, как ты это сделала? Я тяжело сглатываю. Что он имеет в виду под этим? Эй! Прости. Как я сделала что? Как ты убила его? Вот дерьмо. Я все напортачил, а он знает. Каджиро понял, кто я? В панике я захлопнул телефон. Я слышу постоянную вибрацию от удара кровать, когда Каджиро продолжает писать мне сообщения. Дерьмо. Дерьмо, полное дерьмо. Мы в дерьме. Что мне делать? Могу ли я что-нибудь придумать, чтобы убедить его, что я не виновен на смерти речи? Купится ли он на это вообще? Не ответив ему так сразу, я, возможно, уже нечаянно доказал ему свою вину. Я беру свой телефон между дрожащими большими указательными пальцами. Я держу его осторожно, как будто он вдруг стал какой-то уликой, которую я не хочу покрывать отпечатками своих пальцев. В каком-то смысле это так. Я смотрю на сообщение от Каджиро. Эй! Эй! Ты здесь? Эй! Мне лучше ответить. Я должна сказать что-то. Может быть... Просто, может быть, я смогу как-то сбить его со своего следа. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я никого не убивала. Неполная ложь. Да, верно. Корпс Голл убила его. Ведь имя жертвы не пишет на сайте Корпс Голл. Но ты знаешь его имя. И знаешь, что он точно уже мертв. Следовательно... Это ты запросила его смерть? Погоди. Это же хорошо. Это гораздо лучше, чем если бы он поверил, что я и есть Корпс Голл. Он думает, что я просто фанатка этого сайта, который отправил запрос на смерть. Я должна использовать этот шанс. Я не могу позволить ему узнать настоящую правду. Ну ладно, ты меня раскусил. Да, я использовал этот сайт и запросил о смерти. Ха! Вау, жесть! Значит, этот сайт и правда реальный? Невероятно! Unbelievable! Как это захватывающе! И ты счастлива, что он теперь мертв? Решила взять пример с тобой и вести себя более невинно, чем я есть на самом деле. Ну, не совсем. Я просто сделал запрос из прихоти, чтобы посмотреть, что произойдет. Я не думал, что это действительно сработает. Вау, то есть ты даже ненавидел этого парня? Ну, Эйчи. Нет, я с ним даже не встречалась. Просто нашла его фото в интернете. Невероятно. Корпс Голл способна убивать с помощью одной лишь фотографии. Ей даже не нужно знать имени жертвы. Интересно, сколько еще ее жертв попало на мой стол? Лол. Ладно, мне пора. Скоро конец моей смены. Поговорим позже. Статус Каджира немедленно меняется на не в сети. Я вздохнул с облегчением. Думаю, он купился на ложь, уверенная. Теперь я в безопасности. Но весь этот разговор был хорошим показателем моей тупости. Я чуть не прострелила себе ногу из-за собственного ненасытного любопытства. Мне вообще не следовало связываться с Каджиро. Единственный положительный момент, который можно излечить из этого, узнать, что Каджиро работает в морге больницы. Потенциально я могла бы воспользоваться этим, но мой измученный от нехватки сна мозг не может понять, как это сделать сейчас. Я могу подумать об этом позже. А сейчас мне действительно нужно поспать. О, вот это было напряжённенько. Чё-то мне кажется, Каджиро всё знает, вот прям всё. Какой-то он вообще творник. Мой будильник раздражается пронзительным криком и пугает меня. Мои глаза открываются не сразу, и вместо этого я ворочаюсь, пытаюсь зарыться лицом в подушку. Я спала не более двух часов, а сейчас уже пора вставать и идти на работу. Как, чёрт возьми, я собираюсь работать сегодня. Я стаскиваю своё тяжёлое тело с кровати и сколько же... Скольжу в тапочках, стоящих на полу. Зевнув и потянувшись, я выхожу из спальни. Ура! Да. Несколько мгновений я стою на кухне, соединённой с гостиной, совершенно рассеянная. Я открываю холодильник и тупо смотрю на унылое содержимое внутри. На верхней полке стоит маленькая баночка персикового йогурта, на нижней полупустой графин с чаем, улун. Взяв йогурт, я снимаю крышку, даже не взяв ложку, я просто наливаю его себе немного в рот. Я проглатываю им примерно половину крошечной порции и вытираю рот, прежде чем выбросить остатки в мусорное ведро. Этого будет достаточно, чтобы зарядить меня энергией хотя бы на утро. Когда ты обычно бегаешь на пустой желудок, любое количество калорий может послужить зарядом бодрости для тебя. Я мысленно отмечаю, что по дороге на работу нужно взять две или три банки кофе из магазина. Они должны продержать меня до конца дня. Посадка раннего утра уходит на нанесение макияжа и переодевания. Я ухожу из-за двери своего дома в то же время, что и всегда. Да, два часа поспать, это, конечно, жесть. Чтобы не задремать за рабочим столом, я решаю приложить свои личные вещи. Если есть на чем сосредоточиться, это отличный способ побороть сон. В отличие от других сотрудников, здесь я не склонен хранить слишком много вещей на своем рабочем месте. Тем не менее, оно все равно остается захламленным. Рядом с монитором моего компьютера стоят три маленькие фигурки, которые я собрала из загрузоченных капсульных машин. Это набор антромпоморсных банок с кофе, которые были выпущены в рамках рекламной кампании для моего любимого кофе-бренда. Каждая фигурка размером примерно с мой большой палец. Эти милые маленькие штучки, и когда ты опускаешь монетку в капсульный автомат, ты никогда не знаешь, какой персонаж может тебе выпасть, достаться. Пока что мне удалось достать капитана кофе с молоком, лейтенанта Лонго Блэка и мадам Макеата. Если я правильно помню, есть еще два, о которых мне все... Две фигурки, которые мне все еще нужно получить. Но капсульные машины, похоже, теперь не в ходу, потому что их заменили с другой серией игрушек. Если я когда-нибудь захочу собрать остальные фигурки, мне, вероятно, придется покупать их через интернет. Ну и ладно, я не очень-то заинтересован в том, чтобы овладеть всей коллекцией. Я немного протираю каждую крошечную фигурку от пыли и устанавливаю их рядом с монитором, чтобы все они стояли прямо и лицом вперед. Девшись, что они в порядке, я смотрю на небольшой лоток с ящиками, которые находятся по другую сторону от моего монитора. В основном я храню в них только бумаги и служебные записи. Они недостаточно велики для хранения чего-то больше, чем документы. Я роюсь в ящиках и выбрасываю несколько старых документов, которые уже не актуальны. Когда я заканчиваю, я убираю в папку несколько бумаг, которые в течение последней недели порхали на моем столе. После этого я поправляю положение клавиатуры так, чтобы она располагалась параллельно к коврику для мыши. Я тщательно очищаю клавиатуру от пыли, а затем откидываюсь в кресле, чтобы полюбоваться только что проделанной работой. Теперь стол. Мой стол выглядит намного красивее. Чистое рабочее место располагает к ясности ума, так считают мои коллеги. Может быть, я немного поверю в это теперь, когда я увижу эффекты своими собственными глазами. Краем глаза я замечаю светлые волосы и поворачиваюсь, чтобы посмотреть, как домой входит в офис. Она кивает в шине, проходя мимо его стола, и бесстрастно направляется к своему рабочему месту. Поскольку ее стол находится в поле моего зрения, у меня есть идеальная точка обзора, чтобы наблюдать, как она раскладывает свои вещи и садится. Я чувствую внезапное волнение, когда она садится. Как будто я предвкушаю, что что-то должно произойти. Что-то должно было произойти с тобой сегодня. У меня вылетело из головы что-то важное. Мой оставший разум не может изготовиться на этих мыслях сейчас. Я стараюсь игнорировать легкие слезы адреналины, которые начал пульсировать во мне, когда она заняла свое место. Я отвлекаю себя, запускаю компьютер и просматриваю список сегодняшних задач. Похоже, что мне нужно исправить несколько записей, которые я вчера загрузил на сервер компании. В моем рассеянном состоянии, возможно, я допустил несколько опечаток. Ну тогда решено, сегодня я займусь исправлением своих же записей. Я открываю несколько программ и слушаю жужжание своей компьютерной башни, почти заглушающие шум офисной обстановки. Но следующий звук, который я слышу, затмевает шум компьютера и офиса полностью и абсолютно. Боже, зачем так пугать? Страшный крик пронзает воздух, как нож, оставляя после себя лишь смертельную, звенящую тишину. Я вскочила на ноги чисто инстинктивно, ища источник крика. Мне не потребовалось много времени, чтобы мой взгляд упал на шокированную томой, сидящую на коленях на полу и закрывающую лицо руками. Она сидела на полу рядом со своим столом, не мигающей, глядя вниз. Ее пальцы, побелевшие от напряжения ногтями, вцепились в ее собственную голову. Внезапно хаосе людей, спешащих к ней, я каким-то образом успеваю заметить, что один из ящиков ее стола широко открыт. Открытый ящик? Какой бы я ни была уставшей и измотанной, значение открытого ящика так и не пропало из моего разума. Я сразу поняла, почему мое подсознание моего тела было так взволновано, когда тому я пришла в офис утром. Я оставила кое-что в ящике ее стола, кое-что, что я хотел бы, чтобы она нашла. Вчерашняя одержимость выяснением личности того, кто пожелал моей смерти, заставила меня забыть о моем мятежном выпаде против Томоя. Вчера я оставила кое-что в ее ящике, думаю, что это она отправила мои фотографии на мой сайт. Ну, смерть запросила мою. И вчера она так и не пришла на работу, и поэтому это совершенно вылетело у меня из головы. После того, как она призналась, что она запросилась убить Акан Цюрмак, я сняла с себя подозрение, что она была той, кто нацелился на меня. Но я так и не догадалась сейчас. До сих пор не догадалась сейчас убрать тот самый предмет из ее ящика. И прямо сейчас я в глубоком по уши в дерьме. После чего я успеваю сделать шаг вперед, из-за стола Томоя поворачивает голову ко мне лицом. Ее холодные мрачные глаза впиваются в мои, не желая отпускать. Струйка багровой крови просачивается из ее головы, где ногти проткнули кожу во время ее панического крика. Проглотив нервозность, я разрываю прострительный контакт с ней и смотрю вниз на плоский предмет, который был предметом ее возмущения. Это знакомая фотография, напечатанное изображение на глянцевой бумаге. Традиционно, по старинке и так же эффективно, как я и надеялась. Хотя я не могу разглядеть все детали с такого расстояния, композиция фотографии не ускажает моей памяти. О, да. На ней изображен мой собственный труп, опрокинутый назад на могильную плиту. Кровавый порез пересекает мою шею, рваная рана на моем животе, а из груди торчит нож. Мои черные волосы спутаны, темная подводка для глаз размазанная и растекшаяся стеклась. Гримаса на моем лице, безошибочная маска самой смерти. Норико Курасава, та самая стойкая и непоколебимая, Норико теперь мертва. Норико Курасава, мертвая у какого-то случайного надгробия на каком-то неизвестном кладбище. Возможно, странный, но в конечном итоге ничем не примечательный способ умереть. Такой способ мне идеально подходит. Я горжусь работой, которая была проделана над этой фотографией. Целью было наказать Томой за запросы моей смерти. Создать настолько ужасающе, шокирующее произведение искусства, чтобы она молила о прощении, когда найдет меня еще... Все еще дышав... Ну, дышавшей полной грудью. Целой невредимой, типа. Но сцена, разговарившаяся сейчас передо мной, не похожа ни на что, что я могла бы себе представить. Лесо Томой перекосило от набора ненависти. Вены на ее лбу грозят лопнуть и залить офис кровавой жижей в любую секунду. Думает ли она, что это какой-то больной розыгрыш? Я не знаю. Все, что я могу сейчас расшифровать по ее выражению лица, это то, что она, скорее всего, придушит меня, если представится такая возможность. Но, может быть, я сбегаю вперед? Почему я автоматически предполагаю, что она посчитает меня виновной в том, что я подложил эту фотографию в ее ящик? Я имею в виду, разве я не являюсь жертвой на этом стимике? Возможно, она на самом деле... Кого, блядь, это рук дело? Она воет, как раненый зверь, избитый и побитый щенок, загнанный в угол. Нажимаю фотографию, теперь... Эээ... Разорванную из-за ее кровавленных ногтей, она стоит твердо на своих ногах, непоколебимо, сурово, решительно, оплот непоколебимой ярости. Все взгляды устремлены сейчас на нее. Белокурая блондинка с вызывающей манерой поведения центра внимания сейчас в офисе. Это фото просто отвратительно! Абсолютно больная хрень! Кто это сделал? По растерянным, озадаченным лицам 20 или около того сотрудников, сгрудившихся вокруг, очевидно, что никто не понимает, о чем говорит Томоя. Фотография маленькая, и поскольку она крепко сжимает ее в руках и бешено размахивает ею, никто не может разобрать толком деталей. Я достаточно смела, чтобы предположить, что никому еще не удалось, как следует ее рассмотреть. И, возможно, я смогу помешать нашим коллегам попробовать рассмотреть это фото поближе, если буду действовать быстро. Я выныриваю из-за стола и подхожу к Томое. Дай мне взглянуть. Томоя агрессивно протягивает мне фотографию, и я бегло смотрю на нее и громко ахаю, чтобы придать достоверности своему актерскому мастерству. Приняв притворное шокированное выражение лица, я хватаю Томоя за плечо и притягиваю ее к себе. Я склоняю голову к ее голове, мы стоим в центре толпы лоб-лоб, наши глаза прикованы друг к другу. Я надеюсь, что мое бьющееся сердце не будет достаточно громким, чтобы Томой заметил, пока мы стоим друг к другу рядом. Я тихо шепчу, мой путь очищается, когда я стараюсь, чтобы мои слова звучали быстро и в то же время уверенно, а не разбито и тревожно. Следуй за мной. Мне нужно покойить с тобой. Домой напрягается, застывает, но бормочет что-то похоже на согласие. Отходя от нее, я беру ее за запястье, чтобы вывести из офиса. Мы выходим из толпы зрителей, почесывающих голову и бросаемся к лифту. Шиня ничего не говорит, когда мы проходим мимо него. Он просто смотрит на нас бледным лицом. Шиня такой... А? Спуск на лифте проходит тихо и неловко, но в конце концов дверь открывается, я открываю вестибиль с первого этажа. Мы пробираемся между разбросанными диванами, скульптурами и бешеным частью к выходу. Наконец мы выходим наружу, на бодрящий утренний воздух. Пытаясь отдышаться, я замечаю, что там мой не так измотан, как я. Я хочу списать свое хриплое состояние на недостаток сна, но я знаю, что это лишь отправдание моей плохой физической формы. Домой все еще держит фотографию в руке. Она еще раз с отращением смотрит на нее, затем поворачивается ко мне лицом, положив одну руку на бедро. Не хочешь сказать мне, что это за хрень? Послушай, это трудно объяснить, но я постараюсь. Я хочу выяснить, кто подложил это в мой ящик. И посмотри на это. Так взгляни на это. Она снова протягивает мне фотографию. С тремя большого пальца она указывает на временную метку, напечатанную на нижней части снимка. На ней вчерашняя дата. Фотография твоего трупа будто тебя уже и правда убили. Но вот ты стоишь прямо здесь и сейчас передо мной. Конечно, на фотографии стоит вчерашняя дата. Время указано на... 9.06 вечера. Я выбрала время таким, потому что была уверена, что Томой найдет ее вчера утром. Я хотела, чтобы она с тревогой ждала того дня, пока моя смерть не сопроводится восходом луны. Поскольку все пошло не так, как я планировала, недоумение на лице Томой теперь было ясно, как день. Я просто не могу поверить, что этот копт-голл желает твоей смерти. Смотри, что она сейчас сказала? А, прости? Это похоже на то, что случилось с аккаунцером Майки, когда я запросил о ее смерти. Полиция нашла фотографии ее собственного мертвого тела на ее телефоне, когда они расследовали причину ее смерти. Что за... Это вообще известная информация? Как я могла этого не узнать? А теперь у нас тут есть похожие фотографии. Знаете ли это, что копт-голл попытается теперь убить тебя? Но... Но теперь это как-то бессмысленно. Уже прошло время, которое здесь написано. И почему фотография была в моем ящике? И что мне здесь с ней делать теперь? Я все еще не перевалил информацию об аккаунцером Майки. Полиция обнаружила фотографию трупа в ее телефоне? Конечно, обнаружили. Конечно, они бы расследовали ее смерть. Глупо было предполагать, что эта фотография не всплывет в итоге. Томой стискивает зубы и нежно прикасается пальцем к кровавому порезу на своей голове. Там, где ее ногти резали, кромцали ее кожу в страданиях и в панике. Она с отвращением смотрит на кончик своего пальца и вздыхает. Слушай, может быть, это все же моя вина, что аккаунцер Майки оказалась на дне этого колодца. А может и нет. Самое меньшее, что я могу сейчас делать, то убедиться, что это черт в корзел теперь не придет за тобой. Да, ты мне не подруга, ничего такого. Но шлюки ведь должны держаться вместе, верно? Я не хочу, чтобы на моей совести была еще одна мертва и холодная сучка. Мне кажется, что это самые трогательные слова, которые я Томой смогла подобрать. Мне немного льстит, что она хочет защитить меня, конечно. Томой, тебе ничего не нужно делать. Да, я вроде как знаю, понимаешь? Ты меня немного утешил, когда я пришла к тебе насчет той мертвой шлюхи. Я почувствовал, что не полностью виновен, да? Да, возможно, ты не такая уж и больная психичка, как я думала раньше. Возможно, за этой плоской грудью бьется настоящее человеческое сердце. Боже. Ладно, спасибо, наверное. Неожиданно, эта нахальная и дерзкая девушка ярко сверкнула на меня своими глазами. В общем, я помещаю тебя под свое 24-часовое наблюдение. Эта Кобзгол придется раскрыть мне черт, прежде чем она доберется со своими пальцами до тебя. Томой, правда, тебе не стоит так. Я не могу понять, как мне объяснить ей, что на самом деле мне не угрожает опасность. Ну, непосредственно опасности, во всяком случае. Это правда, что есть кто-то, кто хочет моей смерти настолько сильно, что запросил ее через мой сайт. Но что касается угрозы, что за мной придет сама Кобзгол, тут я в полной безопасности. Я смирился с тем, что просто тупо уставился на Томою, девушку, которую я питаю. Такое презрение. Я знаю, что мне следует сейчас очень тщательно подбирать слова. Там мой склон к вспышкам гнева, даже в такие якобы мирные моменты. Да, мне не нужна твоя помощь, иди в жопу. Ладно, там погрубее, ну ладно. Спасибо, конечно, но я справлюсь с этим сама. Я думаю, я буду чувствовать себя действительно гораздо лучше, если ты будешь присматривать за мной. Угу, блин, подумать. Угу, блин, подумать. Ну, а на... Давай это. Спасибо. Ну, я думаю, что я как-нибудь справлюсь сама. Не, не неси это дерьма всякого чуши. Ты хрупкая маленькая штучка, поэтому я должна присматривать тебя за тобой. Серьезно, со мной все будет в порядке. Я не думаю, что Кольпс Галл действительно придет за мной. Ну, правда? И почему ты так уверена в этом? Ну, это долгая история. Но послушай, ты же сама это сказала. Время и даты на фотографии уже прошло, верно? Ну, ну да, верно. Но что с того? Ну, я не могу представить, чтобы кто-то пришел убить меня сейчас. Я имею в виду, что труп на фотографии явно умер вчера в 9 вечера, верно? Ну, я стою прямо сейчас перед тобой, полностью живая, здоровая. Ну, ты меня не особо убедила. Я имею в виду, я не совсем верю, что такой взгляд действительно существует. Но все же... Что-то или кто-то убил Аканы Цурмаки. Почти уверена, что это было не самоубийство, учитывая фотографии и все такое. Итак, поскольку у тебя тоже есть одна из этих фотографий, я думаю, нам лучше побыть вместе. По крайней мере, хотя бы один день. Позволь мне поддержать тебя в безопасности. Ты такая упрямая, ты знала это? О да. На меня называли и гораздо хуже. Ну, как ты думаешь, почему эта фотография была в моем ящике? Корпс Голл перепутал наши столы. И, типа, разве она не должна была просто прислать эту фотку смской тебе? Ну, я даже не знаю. О боже. Это дерьмо действительно продолжает трахать мой мозг. Давай просто вернемся к работе, ладно? Да мы поворачиваться, чтобы вернуться в здание, но тут же резко останавливается. Она поворачивается ко мне лицом и протягивает мне фотографии. Вот. Лучше пусть она будет у тебя, чем у меня. Она входит в офис и оставляет меня стоять одну на прохладном утреннем воздухе. Если посмотреть на фотографию, становится ясно, что на ней изображена именно я. Полагаю, будет лучше избавиться от этого как доказательство. Я тщательно разрываю, измельчая фотографии, стараясь полностью уничтожить все мои определяющие черты на снимке. Полностью разорвав фотографии на мелкие кусочки, я выбрасываю их в ближайшую урну и вхожу в офисное здание тоже. Возвращаюсь, точнее. А мы снова дома. После общения с тобой остаток дня проходит без происшествий. Я благодарен за это, главным образом из-за того, что... Насколько я устал от недостатка сна. Когда я наконец-то возвращаюсь домой, я сразу же плюхаюсь на диван, наблюдая, как солнце скрывается с неба. Уже поздно, но я еще могу успеть провести достаточно хорошо свой вечер, если поднимусь к дивану. Большим усилием мне удается встать, а затем пройти на кухню, чтобы заварить себе чашку чая. В голове у меня проносится список дел, которые я должна сделать в свободное время сегодня вечером. Я могу проверить запросы на своем сайте, или принять ванну, или вернуться к чтению странного цветка. Чем бы я в итоге не занялась, в итоге я просто радуюсь, что этот день, наконец, подходит к концу. С чашкой зеленого чая в руке я удаляю свою комнату и оставляю внешний мир продолжать вращаться без меня. Среда. Еще одно унылое утро в офисе. Полтавня работников офиса по телефону гудень кондиционера, стук пальцев по клавиатуре. Если бы у меня не было музыки, чтобы заглушить весь этот шум, я бы, наверное, уже сошла с ума от ежедневного воздействия этого шума. И знаю, как все остальные справляются со всем этим. Благодаря хорошему ночному отдыху я смогла усердно работать сегодня. Я уже выполнил несколько заданий, но впереди еще много работы. Продолжая терзать клавиатуру тонкими и хрупкими пальцами, я оглядываю полуофиса, чтобы увидеть, кто был, ну, рядом. Шиня сидит за своим столом, выражение лица строготочено, и он рассеянно почесывает иногда лицо кончиком ручки. Передя взгляд, я наблюдаю за затылком Томой, внимательно работающий за компьютером. Она ничего не сказала мне с тех пор, как мы пришли в офис сегодня утром. Блин, возможно, на предыдущий выбор были какие-то развилки, но да ладно. Ну, типа там, третий вариант был, что это... Будет лучше, если ты побудешь со мной, и в итоге они проведут вместе время. Вот. Как вариант. Поскольку теперь я знаю, что не она просила моей смерти, я чувствую себя более спокойно рядом с ней. И теперь, когда фотографии моего собственного трупа уничтожены, я могу оставить позади вчерашние незапланированные события. Мне нужно быть более осторожным в будущем, забыв о том, что я подбросил такую фотографию в ящик с Томой. Я не могу позволить себе повторить эту оплошность дважды. Мне нужно стать умнее, расчетливее, хитрее. Амбиции Корпс Голл требуют, чтобы я всегда была на пике производительности. Я не могу снова так облажаться. Мне повезло, что никто больше не был втянут во всю эту историю. Представьте, что если бы я сделал что-то настолько глупое, когда попытался бы убить настоящую жертву, то я бы испортил всю свою операцию, свой план. Сделав глубокий вдох, я тихонько хлопаю себе по щекам обеими руками. С этого момента я собираюсь по-настоящему соглашаться на выполнение своих планов. Мне остается только ждать, когда через мой сайт поступит следующая жертва. Я уже готова к этому. Выяснение личности того, кто потребовал моей смерти, не должно быть моим главным приоритетом сейчас. Конечно, у меня есть иммунитет к гневу Корпс Голл, так что если кто-то действительно не решит напасть на меня с ножом, то я буду в полной безопасности. Я проверю запросы на своем сайте сегодня вечером, как только вернусь домой. Слишком рискованно пытаться получить к нему доступ, находясь на работе. Вновь обретенной решимостью я киваю себе и смотрю вперед до конца дня. Да, сейчас бы еще на работе сидеть на этом сайте. О, да, беспалевно. Места еще и уведомление на экране моего ноутбука вызывает злую ухмылку, которая делит мое лицо на две части. Один новый запрос. Я не теряю времени, прежде чем открыть деталь запроса, мое сердце начинает колотиться. Я чувствую долгожданный прилив адреналина, разливающийся по телу. Блин, нос чешется. Ааа. Ой, excuse me. Деталь запроса. Сегодня почти 11 утра, телефон, бла-бла-бла, фотку скачиваем. Мои глаза расширяются при виде загруженной фотографии. Два человека. Две одинаковые девушки. Блинницы. Причем полные копии друг друга. Девушка слева обведена красным. Очевидно, что она и является запрошенной жертвой, но... Не знаю их лично, невозможно отличить одну от другой. У них одинаковые потрясающие черты лица, роскошные волосы и заразительные улыбки. Это действительно интересный запрос. Я сразу же делаю лучше, что одна из близнецов хочет смерти другой. Это, конечно, не единственная возможность, но мне хотелось бы думать, что это так. Это так захватывает. Дух. Подобные запросы только укрепляют мою решимость. Не могу дождаться, когда начну выкалывать глаза жертве. Она оставит после себя действительно красивый труп. Пока я жду, пока там грузится мое секретное оружие, база данных ДД, мой телефон вибрирует рядом со мной на диване. Это звуки сообщений износят от никого иного, как Каджира. Эй, ты тут насчет последнего разговора? Привет. Эй, этот парень, и Чеханада его забрали сегодня. Правда? И где он теперь? Кремирован. Семья не стала забирать его тело. Оу. В общем, не хватает средств, думаю, тебе знаком, как это бывает. Я не совсем понимаю, почему Каджир решил рассказать мне об этом. Полагаю, он все еще думает, что я запросил смерть Эйчи, так что... Ммм, понятно. Может, у тебя есть еще имена? Прости, что? Хочешь, чтобы я чекнул других жертв, как взглянул? Прости, но у меня нет других. Жаль. Скажи мне, если ты запросишь еще смерть кого-нибудь. А, еще и... Ты знаешь ее личность? Кого, Корпс Грелл? Да. Нет, прости, я без понятия, кто это. Окей. Может быть, это ты? Боже, только не снова! Нет, это не я. Я, к тому же, не так умна, как она. Окей. А как тогда она убивает? Я не знаю. Окей. Окей. Тогда что ты вообще знаешь о ней, лол? Все, что я знаю, это то, что жертва получает фотку своего трупа незадолго до своей кончины. Ну, это все знают, даже моя собака. Это вот ее визитная карточка. Фишка. Твой запрос ведь был выполнен. Расскажи мне побольше. Я даже не знаю, что именно тебе рассказать. Отстой, окей. Кстати. Я видел фото. Что за фото? Эчиханады. Фото на его телефоне. Ее фишка. Ее фишка. А? Как Каджира мог увидеть это? Конечно, он имеет дело с трупами, но различные вещи не забирают у покойных, прежде чем они попадают в морг. Мне нужно вести себя спокойно и не вызывать лишних подозрений к свой адрес. Ты сейчас говоришь о тех фотках, которые Корпус Гоул посылает своим жертвам перед их кончиной? Ага. Забавно. Это точно был тот парень, но причина смерти не совпала с его... Фото не соответствовало причине смерти? Я, конечно же, помню, как создавал кончину для Эчиханады. Это было не так давно. В качестве основы я использовал изображение трупа с отчиненными ногами, висящего на длине электропередачи. В конце концов, это был запоминающийся образ. Это было устрашающее зрелище. Но это не то, что можно легко повторить самоубийством. Или убийством, если уж на то пошло. Поэтому я не ожидал, что Эчиханады будет выглядеть так же, как на моей фотографии. Из того, что я прочитал в некрологии, он погиб в дорожно-транспортном происшествии. Должно быть, он был за рулем или был пешеходом. В любом случае, скорее всего, это было столкновение с другим автомобилем. Для начала у трупа ноги на месте. Но на том фото их нет. Ты знал об этом? Нет, не знала. Я даже не видел фотку, о которой ты говоришь. Не видела? Интересно. Получается, Корпс Геол не отсылает их своим заказчикам. Секунду. Окей. Значит, получается, только сами жертвы получают и видят фотки своих трупов. Вот. Каджир кидает фотку прямо в наш чат. Конечно, это снимок фотографии трупа, которую я сделала для Эчиханада. Он, должно быть, скопировал ее с телефона жертвы. Вот фото от Корпс Геол. Она выглядит убога по сравнению с великолепным творением его смерти, которую я с любовью создала. До сих пор не совсем ясно, что привело к столкновению с машиной Эйча. Вполне возможно, что это был настоящий несчастный случай. Ради своего самолюбия я должна хотя бы притвориться, что это к этому приложила рука Корпс Геол. Что думаешь? Реальная смерть не совпадает с фото. Почему ты решил, что это она его убила? Сейчас я чувствую себя довольно умный и манипулируемый, прикладывая вопрос на Каджира. Я хочу максимально ослабить подозрения моей истинной причастности. Ты меня спрашиваешь? Ну, есть пару теорий. Фотки Корпс Геол это такая своеобразная тактика запугивания. Ничего более, но я не знаю причину всего этого. Она убеждает жертву покончить с собой. Хоу, черта. Как его первая же теория могла казаться полностью верной? Кто вообще этот парень? Он следит за мной или типа того? Может быть он знает правду? Вторая теория. Корпс Геол начинает действовать после своих жертв. Но перед этим происходит настоящий несчастный случай. И Чханада умер до того, как Корпс Геол настигла его. Его вторая теория не совсем верна, но я понимаю, почему он пришел к такому выводу. Независимо от этого, я хочу, чтобы он поверил именно в эту теорию. Я думаю, что вторая теория все же правдивее. Почему вообще кому-то взберет в голову кончать с собой после увиденной фотки такого вида? Подобное сомнение в собственных методах оставляет кислый привкус во рту. Ну, не все так просто. Личная фотография, к тому же с даты твоей ближайшей смерти, добавляет срочности и паники. Добавляет реализма. Это может быть вполне эффективно, особенно у кого-то тревожного или наивного. Он полностью прав. Хотя вызывать смерть таким образом никогда не входило в мои намерения, когда я впервые создал сайт Корпс Геол. Такая возможность пришла мне в голову только после смерти Рури Хатана. Погоди секунду, откуда у тебя эти две фотки? Лол? Она наконец решила про это спросить. Полиция на месте происшествия любит делиться таким. Чем жестче, тем лучше. Мертвый парень с фотографией своего трупа на его телефоне идеально поделится таким, верно? Они отправили мне оба этих фото. Мы типа играли в Найди 10 различий, лол. Дискастинг. Отвратительно. Я никогда не знал, что полиция может так униважительно относиться к мертвым. Хотя не мне это говорит, по крайней мере я не работаю в этой сфере. В любом случае. Кофе? Что? Не хочешь выпить кофе со мной? Да, нет. Невероятно. Этот парень хочет встретиться и выпить кофе? Действительно ли этот разговор дал ему понять, что он неинтересен? Думает ли он, что мы сблизились из-за обсуждения трупов? О, господи. Хе. Я уже собираюсь сказать ему нет, но какая-то часть меня колеблется и останавливает мои пальцы. У Хаджира есть связи, морг, полиция. Не исключено, что в будущем он может стать полезным инструментом для меня. На данном этапе я на 80% уверен, что он не знает моей настоящей личности. Возможно, он будет безопасно встретиться с ним. С другой стороны, у меня такое впечатление, что даже если бы он знал, кто я на самом деле, он бы был только впечатлен. Азарт просыпается во мне. Это может быть и выгодно, и он может привести к тому, что меня поймают. Меня могут даже арестовать за причастность к трём смертям. Хотя то, что я делал, действительно незаконно. Я не уверена. Но я не думаю, что присяжные примут мою сторону. Вот почему я должна всегда соблюдать осторожность. Хаджира. Окей, давай встретимся. Я набираю слова и нажимаю кнопку отправить. Прежде чем у меня появятся какие-либо другие противоречия или мысли. Это может быть фатальной, непоправимой ошибкой. Но если я буду достаточно умной, я смогу обвести его вокруг пальца и использовать его связи в будущем. Ну или потом. Круто! Напишу тебе завтра. Бай-бай, пока. И статус Каджира немедленно меняется на них в сети. Я кладу телефон на диван и снова смотрю на экран. Ноутбука перед собой. Улыбающиеся, красивые лица двух одинаковых девушек смотрят на меня в ответ. Так, точно. Я как раз собиралась заняться этим интереснейшим запросом. У меня еще много времени до того, как мне нужно будет лечь спать. С этой мыслью в голове я приступаю к своей задаче при поднятом настроении. Да, Каджира, конечно, что-то прям какой-то пророк. О, арты. Арты. Люблю арты. Шикарные арты. Мне нравится прям стиль. Опять же. Крошечный балкон, выходящий на боковую стену моей квартиры, совсем не похож на тот, о котором говорилось в объявлениях о продаже недвижимости. Когда я впервые увидел фотографию, входящую в заблуждение, я подумал, что это будет просторный и светлый дом. Укрытие под открытым небом, которое я смогу использовать для того, чтобы подышать свежим воздухом и поправить свое здоровье. Я даже хотел разбить крошечный садик здесь и вырастить несколько растений. Ничего, что потребовало бы много работы, но что-то, что могло бы занять мое свободное время. В действительности, балкон представляет собой унылую смесь стали и бетона, которая отбивает всякое желание стоять даже на нем. Он покоится в вечной тени окружающих зданий, и каждый день ему удается поймать лучи солнца примерно на 4 минуты. Будет преуменьшением сказать, что я был разочарован, когда впервые вышел на него. Полагаю, если не считать всего остального, с него открывается хорошая точка обзора, чтобы посмотреть на город. Но это единственное положительное, что я могу сказать о нем. Стоя здесь, прислонившись спиной к перилам, спокойно подтягивая свой теплый чай с кружки, я тяжело вздохнула. Я должна быть сегодня в офисе. Я должна стучать по клавиатуре, разбираясь накопившись за неделю объемом работы. Вместо этого я здесь, дома, уставшая, напряженная, просто трещу по швам. Сегодня утром я позвонил и попросил больничный. Не знаю, купился ли мой начальник на эту ложь, но он сказал мне остаться дома и поправляться. Вот чем я сейчас и занимаюсь. Я сама виновата в том, что так себя чувствую сейчас. Это моя вина, что я снова не спала до 4 утра. Я знаю, что недостаток сна усугубляет мое состояние. Я знаю, что пропуск к приему пищи и отказ от приема лекарства вызывает у меня такое самочувствие, ощущение. Я знаю, что я врежу себе по полной. Да, я знаю, знаю. Но это я. Такая вот я. Я стараюсь так каждый день. В общем, я изо всех сил стараюсь, ну, как-то следить за тобой каждый день, я так понял. Вот что я делаю, когда пытаюсь взяться за себя, потому что в некоторые дни я просто не хочу следить за собой. Я просто хочу... Я просто хочу, чтобы... Хочу засиживаться допоздна и работать над запросами Корпс Герл. Потребность моего тела во сне не стоит выше моих амбиций. Я хочу есть только тогда, когда это необходимо, потому что когда я стройная, я выгляжу красиво. Я хочу быть красивой. Прямо как она. Я хочу отказаться от приема лекарств, потому что принимать одни и те же таблетки каждый день это хлопотно, дорого. И я сомневаюсь, действительно ли они мне вообще нужны. Если я смогу вот так оставаться дома, мне не понадобится лекарство. Я даже вышла на балкон, а это считается пребыванием на улице. Итак, зачем я вообще принимаю таблетки? Точнее, зачем мне вообще принимать их? Это правда, что когда я пропускаю несколько дней, я заканчиваю вот так. Я пытаюсь убедить себя, что я в порядке, что я исправилась. Как будто я была какой-то сломанной вещью, которую волшебным образом починили. Но в итоге я весь день сижу в доме за шторами, уткнувшись глазами в экран. Я знаю, что когда я принимаю лекарства, я могу без раздумия идти на работу в парк или библиотеку. Я могу сесть в поезд и не беспокоиться о том, что на меня могут смотреть незнакомые люди или прикасаться ко мне. Я могу зайти в круглосуточный магазин и неспешно поблуждать в нем. Я даже ходил в тот ресторан на прошлой неделе, читал книгу во время ужина. Никто даже не пытался меня укокошить или увезти из заведения. И никто не пытался задушить себя на глазах у меня и Юрика. Неужели я действительно могу выходить на улицу и заниматься обычными делами только из-за каких-то крошечных таблеток, которые, как сказал мой врач, мне необходимы? Или я могу делать эти вещи, потому что теперь мне действительно стало лучше? Может быть я вообще никогда не была больна? Нерационально. Просто смотрительность, осторожность, озабоченность о себе. Я понимаю, что моя кружка уже пуста, когда я подношу ее к губам и не чувствую ничего, кроме слегка воскового неприятного ощущения размазанной помады. Но, в любом случае, я пробыла достаточно долго на свежем воздухе. Я пойду в дом, так как уже поздно. Кроме того, у меня такое чувство, что кто-то с соседней улицы наблюдает за мной и ждет момента, чтобы залезть на мой балкон. Ужас. Все-таки не такой уж спокойный район получается. Я хожу в свою квартиру, оставляя кружку в сторону и удаляю свою спальню. Мой телефон находится там, где я его оставил, лежит лицом вверх и просит моего безраздельного внимания. Я беру его в руки, разблокировав экран, я встречаю последнюю веб-страницу, которую я оставил открытой. Это мой заказной выпуск новостей о некрологах. Завтрашнего утра я буду с тревогой ожидать новостей о судьбе моей последней жертвы. Я поставил вам временную метку на завтрашнюю дату, 5 июня, 9 утра. Невезучий близнец уже получил фотку со своей кончиной. Я уже отправил ее ранее, сегодня. После отправки фотки я всегда прячу телефон в неиспользуемом складе за моим жилым домом. Ну или в кладовке какой-нибудь там. Что там за склад, я хз. Занести телефон на склад сегодня утром было довольно сложно. Мне пришлось прикрыть лицо и руки старой одеждой, и я дождалась, пока никого не будет видно, и помчалась так быстро, как только могла. Мне потребовалось добрых 10 минут, чтобы собраться, находясь на этом складе, прежде чем я смогла броситься обратно в свою квартиру и запереть за собой дверь. Я не думаю, что кто-то там следил за мной. Однако я знаю, что завтра мне снова придется доставать телефон и утилизировать его. Я проверю ответ от жертвы, конечно, не факт, что они вообще когда-нибудь отвечают или ответят мне. Затем я уничтожу симку и выброшу телефон, как я обычно делаю. Возможно, будет трудно снова заходить на склад. Или, ну да, склад. Добавка ко всему, мне действительно нужно идти в офис. О, и еще одно дело, которое я должна сделать завтра. Хаджира хотел встретиться и выпить кофе. Я не настолько заблуждаюсь, чтобы думать, что я завтра смогу в своем нынешнем состоянии все это проделать. Ишившись, измирившись, я тянусь к бутылочке с лекарством на комоде. Может быть, еще одна неделя приема этих таблеток мне не повредит? Они, как правило, повышают мой аппетит, что очень раздражает. Это постоянная борьба за то, чтобы не обращать внимания на голод, который разрывает мой желудок. Не помогает и то, что они разрушают мое лебедо, эрексию. Я никогда не знаю, чего ожидать. Иногда я могу смотреть на фотографии АО и в своем телефоне и не чувствовать абсолютно ничего. В других случаях я могу просто пролистывать нойз, стоя в поезде и чувствовать непреодолимое желание взорваться. Я изо всех сил стараюсь отбросить свои сомнения и страхи, проглатывая две крошечные таблетки. После этого я делаю глоток воды из бутылки, стоящей рядом с кроватью, и борюсь с призывами к рвоте. Я приму душ, чтобы освежиться, после этого я должна свернуться калачиком в постели и почитать. Мне нужно сохранить силы для завтрашнего дня, поэтому ранняя ночь в порядке вещей. Может быть завтра наступит день, когда мне наконец-то станет лучше. Пятница. Где черт возьми, тебя вчера носила? Ты скучала по мне? Не, просто рада, что ты еще не покрылась пылью. Какая милота. Как же это мило, господи. Томой наклоняется ко мне вплотную почти неловко. Слушай, у тебя возникли какие-нибудь траблы с Корпс Голл, проблемы? Нет? Я думаю, теперь я в порядке. Ну, я думаю, что время обозначено фотографировать давно прошло. Может быть, ты и правда теперь в безопасности? Да? Спасибо, наверное. Что? Спасибо за что? Что думаешь обо мне? Ой, да заткнись ты. Лицо-то мое плывет красным от смущения. Несмотря на наши разногласия, наше взаимодействие по поводу Корпс Голл помогло нам немного сблизиться. Я не рассчитываю, что у нас с Томой будет прочная дружба. Просто так. Ааа! Даже простой и спокойный тихий мир, это уже чересчур так думать. Да. Я думаю, что это в природе Томой, хотеть ссориться с людьми, независимо от того, близка она с ними или нет. Я не удивлюсь, если мы снова поссоримся, независимо от того, насколько мы научимся уважать друг друга. Я за своим столом, если понадоблюсь, но старайся не доставать меня. Смекаешь? Смекаешь? Она машет рукой и заставляет это загадочное заявление в воздухе позади себя. Я возвращаю свое внимание к компьютеру и отмечаю несколько задач в своем списке, как выполненные. Так, ребята, все, давайте на этом мы закончим. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за просмотр. И так как там, не забывайте нажимать на колокольчик, да, ставить пальчики вверх, подписываться, вступать в группу ВКонтакте. Вот, люблю вас всех, да. Диана, унишься в серии, как только так сразу, да. Если что, да, ждем, 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 все, все, все. Диана, унишь, все, 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 все. I'll kill her, I'll kill her! Субтитры сделал DimaTorzok